Это большущий мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв геноцида. Он появился там в 67-м году. Значит, символизм этой конструкции такой. Если обратите внимание, шпиль этот изображен с такой косой трещиной, которая его делит на неравные две части. Сам он символизирует собой восставший после всех этих страшных событий армянский народ, но раздробленный уже на две части, на западную Армению и на восточную. Но также про этот пол я бы вам хотела рассказать пару вещей, не связанных ни с геноцидом, ни с чем печальным, а скорее с любопытно-археологическим. Значит, пол называется Тетернакабер, что дословно переводится как «кребость ласточек». Что там археологи нашли? Ближе к территории мемориала были проведены раскопки в 60-е годы и были обнаружены румины храмового комплекса, который, как в итоге выяснилось, был посвящен культу нашей армянской древнеязыческой богини Асджик, которая была неким аналогом Афродиты. И под хромой ее храма, согласно преданию, обитали ласточки, которые на своих крыльях относили любовные послания ее возлюбленному богу Багагну. Теперь я хочу ваше внимание обратить на здание слева. Значит, здание было подарено в 2009 году нашим правительствам, известному во всем мире французскому шансонье, Шарлю Аздавур. Аздавур был выходцем из чистокровной армянской семьи. По документам, кстати, его настоящая имя была Шахнура Аздавурян, но когда он понял, что должен петь на европейской сцене, его знаменитая протеже Эдит Яв предложила ему взять псевдоним Шарля Аздавур, который более благослуточен для европейского восприятия. Это базальтовая стела с золотым колоском, которая была установлена в начале 70-х в честь 50-летия советизации Армении, примерно за несколько лет до начала строительства всей этой лестницы. Конечно, к сожалению, вы попали в Армению в такое межсезонье, еще только-только начали рыхлить землю во всех этих вазонах, от начала до самого низа, цветочный ковер благоухающий, цветы все разные, и, в принципе, цветут некоторые до середины декабря, особенно морозостойкие есть вот ромашки, всякие астры, так что здесь очень красиво. Мы идем, везде коты, по этой массе. А, мерзик, что переступим. О, э, ки-ки-ки-ки. Зизи, зизи, Максик. Ой, красявец какой. Не, ну, Зизи таким не будет, у него морда острая, у этого такая красивая, толстенькая. Ой, такой толстенький, сляденький. Ага. А-а-а-а. У меня это, серия зевающие коты. Как всегда. Ку-ку. Максик претендует на место, на мне. Этот бедный уже на мне лежит. Смотри, он его специально начинает вылизывать, чтобы этот ушел. Максик, ну ты слишком большая тушка. Но он маленький. Максик, ты тоже хочешь у мамы полежать? Ну, жалко этого, хочет у мамы. Кошмар какой-то. Максик, ты его передавишь, не надо тут валяться. Ну, Максик, ты посмотри, что творится. Ну, вот это что? Ну, и куда ты свою жопу разместишь? Просто интересно. А, разместил таки. Ты на него посмотри, а. Перели... У-у-у. Да. Далеко пойдешь. Хочу сделать с вами вместе такую распаковочку. Заказала на Валберис для пробы маленькие такие крема для рук. Я вообще за последние года 2-3 стала просто больной фанаткой крема для рук. Причем люблю всегда выбирать что-то, что вкусно пахнет. Ты в течение дня вот руки к лицу подносишь. И приятно, конечно, когда приятный такой запах. Хочу сейчас с вами вместе распаковать. Стоит просто сущие копейки. Но и себе любимым, и в подарок. Даже на 8 марта вообще, по-моему, крутая идея. Короче, заказала я запахи крема с известными брендами. Тут и Диор есть, и Шанель, по-моему, еще что-то. В общем, короче, все такое парфюмированное должно быть. Ну, буду пробовать то, что я прям конкретно знаю, как пахнет. Жадох. Вот, посмотрим, во-первых, крем какой он. А, он с защитной пленочкой, что не может не радовать. Так. Снимаем и нюхаем. Так, так пока что не особо пахнет. Ну-ка. Очень приятная, легкая консистенция. Ну, скажу так. Пахнет приятно. Прям реально круто. Но не вот этим. Даже близко не похож запах. Вот честно. Но, чисто как крем для рук, очень приятно. Такая хорошая пленочка образуется. И вот интересно, сколько будет. Но запах уже, вот как только крем впитался, запах стал не таким ярко выраженным. Давайте попробуем такой фиолетовый. Посмотрим он, что нам даст. Значит, еще раз демонстрирую. Вот такой вот он. Так. О, а у вот этого, честно, не знаю, как вот этот парфюм пахнет в оригинале. Но здесь прямо парфюмированная вот эта вот составляющая, она присутствует. Та же приятная консистенция. Очень быстро впитывается, кстати. Но тоже быстро выветривается. Ну, хотя запах у него достаточно сильный. Для сумочки и особенно в подарочек такой упаковка симпатичная, по-моему, очень даже удобно. Но, если вы хотите, чтобы прям вот пахло духами, конечно, нет.